В последние годы в Туле увеличилось количество автомобилей, нарушающих правила парковки. Вернее, даже так, на знаки «парковка запрещена» просто перестали обращать внимание. НИБДД за это особо не штрафовало, а отсутствие неотвратимости наказания ведет к тому, что автовладельцы паркуются где угодно, под знаком, на зебре и так далее. Для борьбы с такими нарушителями в городе в этом году начали использовать Паркон. Специальные устройства, фиксирующие автомобили, припаркованные в неправильных местах. Паркон работает в автоматическом режиме, то есть улица, которая у нас размечена по знакам остановка запрещена, стоянка запрещена, то есть мы движемся, проезжаем, фиксируем автомобили стоящие в нарушении, то есть в зоне действия данных знаков. И с разницей в 5 минут, через 5 минут проезжаем еще раз, и вся эта информация заносится сразу с оперативной на флешку, на память Парконе. После этого доставляем всю эту информацию, приносим информационный отдел. И в будние выходные сотрудники Тульского УГИБДД, вооружившись Парконом, выходят на поиски автолюбителей, нарушающих правила парковки. В день прибор устанавливает около 100 таких нарушителей. Дальше их ждут штрафные санкции. Размер штрафа за такое нарушение составляет 1500 рублей. В Туле есть автовладельцы, оштрафованные уже на 50 тысяч. Принцип работы Паркона. Экипажи, вооруженные устройством, курсируют в основном по центральным улицам города, где большое количество неправильно припаркованных машин более всего мешает автомобильному движению. На сегодняшний день в арсенале Тульского УГИБДД 5 парконов, а нарушителей правил парковки в регионе почти 5000. Очевидно, что эта цифра была бы значительно меньше, если бы количество мест для парковки было достаточным. А их, как известно в Тульской области, катастрофически не хватает. Всем понятно, что на сегодняшний день застройка города достаточно плотная. Ранее мало было предусмотрено мест для парковок. В итоге появилось очень много стихийных мест для парковок, которые тормозят наши с вами движения, создают пробки. Уже дошло до того, что паркуются на пешеходных зонах, даже сбивают наших с вами пешеходов. Все это совершенно неправильно. Тем не менее, по словам самим сотрудников ГАИ, за недолгий срок использования парконов в дорожной обстановке все же есть изменения. Постоянно ездим на определенных участках, уже меньше становится нарушителей. Ну, видно, люди с 29 приходят уже, письма на штрафы, поэтому уже не ставят там. Тульские автолюбители, в свою очередь, положительно оценивают нововведения. За. Ну, так нельзя, чтобы всех нарушали. Тогда ведь время-то быстрее ехать будем, ездить, быстрее мы будем, если никто не будет нарушать. Однако изо дня в день в Туле можно наблюдать автолюбителей, игнорирующих знак запрета парковки. И штрафы таких водителей не пугают. Поэтому очевидно, что для решения этой проблемы одного современного прибора недостаточно, так как территорию для парковок он выделить не поможет. Евгения Леднева, Тарас Якимов, Телетула.